В предыдущем видеоролике я рассказывала вам о замечательных живых акриловых глазках, которые я купила в интернет магазине, живые глазки так и называется, из Белоруссии. А сегодня мы с вами поговорим о пластмассовых глазках, которые я использую в своих куклах. Эти глазки тоже покупные, их можно купить в интернет магазинах, ссылки на которые внизу под видеороликом вы найдете. Эти глазки, их называют глазки-рыбки, я их использую часто в куклах текстильных, в чулочных куклах в технике скульптурный текстиль. Эти куклы изготавливаются из очень доступного дешевого материала, женские эластичные колготки и синтепон, такие забавные мультяшные персонажи. У меня в настоящий момент есть пять мастер-классов по куклам в этой технике. Куклы вроде из одного материала сделаны, но все они настолько разные в исполнении, по образу отличаются друг от друга. Если вам интересно, то я вам вышлю на ваш электронный адрес мастер-классы по этим куклам. В настоящий момент у меня есть спецпредложение, очень выгодное и интересное для вас. Комплект из пяти обучающих курсов, в каждом из которых от 15 до 25 часов видео просмотра я вышлю на ваш электронный адрес. И вот там вам такие глазки обязательно пригодятся. У этих глазок совершенно разные радужки, разные оттенки, очень красивые, попадаются просто замечательные. Внутри они, видите, вот такие полые. Я тогда беру эти глазки, я пришиваю куклам, если текстильные куклы, вот такая пуговка, тоже дешевые очень пуговки, видите, вот с таким хвостиком. Я вот сюда клеем приклеиваю, но самое главное, чтобы нужно было иголку. Вот видите, вот здесь вот петелька очень сильно углубилась, поэтому нужно какую-то подложечку сделать. А если глазик поменьше, то петелька ложится, самое главное, чтобы мы потом могли просунуть иголку, вот так вот приклеить, и можно пришивать эти глазки. Я вот говорю о куклах, чулочных кукол в технике культурный текстиль. Замечательные глазки, как с размером определиться. Вот здесь, когда будете покупать, будьте особо внимательны, потому что некоторые в интернет-магазинах пишут размер диаметр радужки, а кто-то пишет длину самого глазика. Например, вот этот глазик длиной 24 миллиметра. Вот здесь смотрите, будьте предельно внимательны, потому что определитесь сначала в интернет-магазине, что имеет в виду продавец, длину радужки или длину самого глазика. Видите, какие даже малюсенькие бывают, прям совсем малюские, для совсем маленьких кукол. У этих глаз есть один существенный недостаток. Вы их сначала проверьте. Возьмите иголочку и вот так ковырните, ковырните радужку. И не исключено, что радужка выскочит. Вот есть такой недостаток у этих глазок, поэтому сначала проверьте и вообще, конечно, лучше сразу приклеить. Представляете, какое будет разочарование, если вы уже сделаете куклу и у вас будет только одна пара глаз такого цвета радужкой и у вас вдруг в готовой кукле выскочит радужка глаза, вот эта пластмассовая, это будет разочарование. Ну, здесь, кстати, тоже расстраиваться не надо. Можно подлепить, вторую тоже достать, подлепить пластиком и самому нарисовать глазки. Всегда можно найти выход из ситуации. Еще обращайте внимание, посмотрите, видите, на одних глазках радужка сильно выпуклая, вот на этой, а на этой такая более-менее плоская. Вот как, конечно, радужка очень красивая. Конечно, замечательный васильковый цвет, но вот если вы будете, не покупайте глазки все-таки вот с таким выпуклыми радужками, потому что кукла будет смотреться чересчур глупоглазый. Это проверено на моем опыте. Обращайте на это внимание. Вот, понимаете, как капелька. Не надо, такие глазки нам не нужны, несмотря на то, что они очень красивые. Все-таки старайтесь выбирать, чтобы радужка не была чересчур выпуклой. А так глазки рекомендую. Стоит дешево, выбор огромный. На Алиэкспресс вообще за копейки можете купить. Для текстильных кукол они подходят идеально. Для кукол в технике скульптурной текстиль. Их также можно использовать и в пластиковых куклах, но только не в запекаемых, не из запекаемого пластика. Потому что такие глазки запекать нельзя. Если акриловые глазки выдерживают 130 градусов, то такие глазки, конечно, расплавятся при температуре. А пластик мы запекаем 120, 130, 150 даже из пластики. То есть не подходит. Но зато подходят для кукол из самозастывающегося пластика. Например, для паперклея, для ладола. Тоже можно использовать с успехом эти глазки. Пластмассовые глазки сферы, полусферы, круглые глазки. Видите, внутри тоже стоят очень, как и глазки рыбки, очень дешевые. Большой выбор радужки всех цветов и оттенков. Смотрите, какие красивые радужки. Тоже не менее живые глазки. Когда будете покупать, смотрите опять, что предлагает покупатель. Диаметр белка или диаметр радужки, чтобы правильно подобрать глазки. Эти глазки используем в куклах текстильных. В куклах техники скульптурный текстиль. Тоже бывает совершенно разного размера. Или в пластиковых куклах из самозастывающегося пластика. Очень дешевые, очень доступные. Рекомендую. Красивые. Разные радужки. Но самое главное, смотрите, чтобы все-таки радужка была живая, более натуральная. И порой пластмассовые глазки хорошего качества, вот так на первый взгляд, от акриловых глазок, отличить сложно. Только если на ощупь. Бывают очень хорошие глазки. Ищите. Вы найдете обязательно для себя подходящий вариант. Самые дешевые пластмассовые глазки, которые можно купить, это в Алиэкспресс, китайский интернет-магазин. Мы с вами ни в коем случае не рассматриваем вот такие глазки. Я иногда вижу, как на текстильных куклах девочки, новички делают вот такие вот примитивные глазки. Но для авторских, для серьезных авторских кукол, конечно, такие глазки не годятся. Это для новичков совсем для дилетантов. Вот, смотрите, нашли от глазки рыбки. Пожалуйста. Партия от 43 рубля до 66. Это зависит, скорее всего, от размера глазок. 20 штук, 20 пар или 20 штук. Наверное, 20 штук. Ну, 100 рублей даже нет. Я считаю, что это вполне хорошая такая, достойная цена. Дешево совсем. А вот опять сразу нашли глазки. Круглая полоса. Ну, здесь 12 штук, 6 пар, 16 мм. А это даже акриловые глазки. Ну, здесь надо разобраться. Это за 6 пар 143 рубля или за одну пару. Потому что, ну, что-то дешево за 6 пар акриловых глазок. Все-таки акриловые глазки, акриловые глазки стоят дороже. Здесь вот надо повнимательнее быть. Поэтому всегда читайте. Вот здесь есть отзывы. Здесь 479 отзывов. Всегда, когда на Алиэкспресс покупаете, всегда читайте отзывы. Посмотрите, какой большой выбор глазок. Вот мы в первый встречный магазин зашли. Посмотрите, хорошее качество. Вот так вот на первый взгляд, да? И вот пошли. Вот предложения. Много предложений всяких. Полукруглая. Вот они опять глазки рыбки. А вот, например, вот акриловые глазки. 4,48 рублей. Одна пара. Вот здесь я охотно верю, кстати, в такую цену. А вот я зашла на ярмарку мастеров. И здесь тоже очень-очень много предложений по глазке. Здесь есть акриловые глазки. Вот 15 рублей пластмассовые глазки. То ли одна, то ли пара. Здесь тоже надо смотреть. Я сейчас забью глазки рыбки. Для кукол. И посмотрите, сколько вариантов. По 6 рублей. Но особенно, знаете, тоже за дешевестной. Не гонитесь, даже сами понимаете, что здесь может качество подкачать. 18 рублей. 35 рублей. Смотрите, дело теперь за вами. Вы сами должны подобрать глазки хорошего качества. Глаза у взрослого человека находятся на середине высоты головы. Если это ребёнок, то ниже середины высоты головы. Чем меньше ребёнок, тем ниже находятся глазки. Ну, давайте рассмотрим вариант голова взрослого человека. Высота головы на середине находятся глазки. Нужно замерить ширину головы. Например, ширина головы куклы 8 сантиметров. Вот эта ширина 8 сантиметров. В ширине головы должно в скульптуре уместиться 4 длины глаза. В середине должен глаз. По бокам два глаза. И по полглазика по краям. Условно считаем, что ширина головы куклы 8 сантиметров. Например, значит, 8 мы должны поделить на 4. Получается 2 сантиметра. Значит, длина глазика должна быть не менее 2 сантиметров. 2,4. 2 сантиметра 4 миллиметра. Это будет замечательно, потому что у нас по бокам немного будут глазки закрыты веком. Значит, при ширине головы 8 сантиметров длина глазика должна быть 2 сантиметра 4 миллиметра. Это такой классический стандартный вариант. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...